Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. Дождливая, правда. Но знаешь, как говорят, что дождь – это хорошо начинать новую дорогу. И вот сегодня, в этот дождливый день, с новой дорогой, в студии Радио Болтком программа «Без антракта» ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копеин. И к нам пришел в гости режиссер Эдгарс Николсон. Доброе утро. Доброе утро. Вот тебе хорошее начало для твоего нового спектакля. Да. Мы поговорим о том, что у Эдгара сейчас премьера. Вот сегодня генеральная репетиция, завтра официальная премьера в Театре кукол. Да. Наконец я добралась до Театра кукол. На самом деле, которую я люблю, потому что это для меня, кажется, очень важное сочетание искусства актерского и искусства художника. Да, я согласен с этого. И мне тоже кукольный театр. Ну, вообще, как бы, не нравится это слово, это, ну, как бы, слово, ну, визуальный театр, потому что, ну, театр вообще визуальный, ну, если мы понимаем, что это тоже кукольный театр, театр с объектами. Да. Да, и так далее, мне тоже очень нравится, и это, ну, там всегда как другой мир появится, когда смотришь спектакль. Да, вот я хотела спросить, почему театр вообще в твоей жизни? Почему вообще? Ну, я в детстве я был вместе с дедушкой, который художник тоже. И я тоже очень много, ну, как бы... Упражнялся в этом, да? Упражнялся, да, 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 да. И тут такая, я думаю, как в картинках. И это мне было, ну, как бы, как бы, как бы всегда, как бы всегда, и когда я был очень маленьким. А театр, это просто, ну, тут не было ничего такого, когда бы я был, например, тут маленьким, я знал, что я буду тут режиссёром или что-то. Такой актёром вообще нет. Я думаю, что я буду, ну, как бы, глазнуют... Тоже художником, да? Художником просто, да. Это я понимал, но театр это... И вообще, что когда я ещё учился в академии, я точно не знал, что я буду это делать после академии. Мне понравился вот этот процесс учёбы. Ну, я на сто процентов не знал, что я хочу тоже работать и стать, например, моё первое образование драматург. И я не знал, что я... То есть ты художник, драматург, и это всё тебе в объединении дало возможность работать как режиссёр? Да, и на Кукольном театре мне очень нравится, потому что там вот это, как бы, моя... Вот думать в картинках, вот там точно этого надо. Это как живая визуальная, ну, да, визуальная, ну, максла, как бы, искусство. Искусство, да. Да, искусство, да. Говори-говори, будем находить общий язык, всё хорошо. Я хотела как раз сказать, что я видела два твоих спектакля, которые сделаны мне в Театре кукол. Кстати, вот хотел сказать, что в своё время были огромные дискуссии по поводу того, как правильно говорить по-русски, кукольный театр или театр кукол. И профессионалы всегда настаивают, что надо очень точно говорить театр кукол, потому что кукольный театр – это там, который ты делаешь, ну, с куклами, там, детский какой-то театр кукольный. А театр кукол – это тот театр, который занимается куклами, предметами, ещё чем-то таким большим и интересным. Так вот, я хотела сказать, что я видела два твоих спектакля. Один из них – это Рижский русский театр, это путешествие Нильса с дикими гусями. Может быть, кто-то из слушателей видел этот спектакль. И второй спектакль ты поставил в театре «Врезыкне», и он называется «Трубкозуб». Единственный «Трубкозуб» – единственный, да. Да, единственный «Трубкозуб» – приключения в зоопарке, да. И я обратила внимание, что ты и с актёрами работаешь тоже как с куклами. То есть не то, чтобы ты их рассматриваешь как субъекты, но то, что они делают у тебя в спектаклях, они всегда выстраивают какие-то картинки друг с другом. И там столько, такой объём фантазии в путешествии Нильса с дикими гусями. Когда я помню, как актёр берёт на руки актрису, она взмахивает крыльями, практически на глазах превращаясь в гуся, в гусыню. И это так чудесно, и мне всегда нравится такой радостный подход к театру, как действительно к игре, когда ты детей вовлекаешь в эту игру. Скажи, пожалуйста, были ли у тебя какие-то спектакли, которые… Потому что я не видела, не могу сказать. Которые, например, там были очень серьёзные. Да. «Преступление или наказание». Я бы сказал, что это был серьёзный спектакль. Это где ты делал? Это тоже на Рижском-русском театре имени Михаила Чехова. Это был на камерный зал, да. Ну, это было без слов. Всё-таки ты устроил что-то специальное. Да, да, да. Очень интересно. Это вообще процесс был очень интересный. Там были только три актёра. Артур Спутнич, кстати, который играет в «Я Бенджамин Баттон» из кукольного театра. Он вот на этом проекте играл Раскольникова. И тогда ещё была Анастасия Рекорта-Джорджевича и Игорь Назиренко. И мы три. Это был очень интересный процесс. И они не говорили. Всё было очень физическое. Такой физический театр. И тоже там объекты, куклы там были тоже. Когда Раскольников навестил мармеладу. Навестил, да? Ну вот, и там было ребёнка. Ну, и им было как бы такие губы. Специальные, да? Специальные такие поклеенные. Наклеенные на них. Наклеенные, да-да-да. Ну, это вот такое серьёзное. И тут было зрители, которым очень понравился этот спектакль. И все, которые читали Достоевского, они сказали, что круто. Ну, были такие, которые не поняли. Не поняли, что это такое. Не поняли, не нравился. Ну, это нормально как бы. Но было пополам. Пополам, да-да-да-да. 50 на 50. Это очень круто, по-моему. То есть ты разделил аудиторию 50 на 50. Да, да. Выявил, да, в ней вот такие вещи. Мне так казалось, когда я слышал, что они говорят после спектакля. Где-то. Ну, вот так. Это был серьёзный. Ну, я так понимаю, извини, что Бенджамин Баттон тоже будет серьёзный спектакль. Да, да, конечно. Это для взрослых. Для взрослых. 16 плюс. То есть вы делаете спектакль, разрушая опять всякие привычные мотивации для зрителей. Вы делаете спектакль в Театре кукол, но спектакль исключительно для взрослых, потому что тема – это роман, который ты адаптировал как драматург. Правильно я понимаю? Вместе с Артуром. Артур сам, да. С главным актёром. С главным актёром, да. Потому что идея была его, и я согласился. И как драматурги мы обе как бы думали, что тут оставить, что изменить и так далее. И тоже там будет песнь. Ну, как бы там текст тоже оригинальный мой. И ну вот. Это будет песня, специально написанная для спектакля. Да, да. То есть ты делаешь ещё и мюзикл. Это вообще, мы назвали жанр камерный мюзикл для взрослых. С куклами. С куклами, да. Ну ничего себе ты придумал. Значит, камерный мюзикл для взрослых и с куклами ещё. Да. Но я так понимаю, что там не просто куклы, там какие-то большие элементы, ну, потому что то, что я видела в видео тизере, да, к этому спектаклю, это большие такие лица, с которыми работает актёр, да. Лица каких-то людей, которые рядом с ним. Ну, да. Ну, это лица, это не секрет, как бы лица Бенджамина Баттона. И лица вот такие у нас две, ну, как бы старый и молодой. Но ещё там есть, как вот старый, например, когда он немножко помоложе, он, например, борода станет волосами. Ну, как бы мы играем тоже с Арсей, с Апматоем. Да, с тем, что у нас есть возможность менять. Но такие большие лица, у нас две, скульптор Криста Типура, очень-очень нравится её работа, и как она понимала, что нам надо. Это лица, ну, как бы там одна мимика, но она, как бы, говорит так много, ну, и когда мы вот смотрим на этим лицем на стены, это в прожектор, когда в прожектор есть, и всё, атмосфера, да, да, со светом, да, там, 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 меня, как бы, ты видишь, тебе кажется, что эта лица, она поставлена, меняется. И вот это круто. Ну, да, и только лица, это как бы, у нас даже была, как бы, дискуссия, это кукла или не кукла, потому что, ну, как бы, это только голова, ну, голова лица, и, ну, это кукла, потому что, ну, это, это наш инструмент, с которыми мы работаем, это кукла, и то, что иногда кукла, этот лиц, вместе с телом актёра, как бы, как бы, станет, ну, полклюст, станет, ну, характером. Да, он присоединяет его к себе, да, надевает, как будто бы это лицо. Да, есть такие моменты, а есть моменты, когда он, кто-то другой, и вот лица, она... Само по себе живёт, да? Само по себе, и вот этот микс у нас, как бы, есть, и это, там надо очень быть умным, как, как мне один хореограф, Алла Спутнина, вчера сказала, она сказала, что у Артура, актёра, гудр стерменс, как умные, 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 умное тело, умное тело, и, ну, там надо быть умное, умное тело, чтобы... Ну, конечно, актёру в театре кукол нужно работать и с голосом определённым образом, да, умея передавать интонациями, то, что он часто же лишён каких-то возможностей, которые есть у драматического актёра, но зато у него целый палитр других возможностей, да? Ну, да, ну, Артур вообще, он из драматического курса актёров, да, дайлс-курса там ещё, не помню, в котором году он закончил академию, но... и вот бэкграунд, если можно так сказать, драматического актёра, но уже 12 лет уже работает в кукольном театре, так у него вообще вот это две очень-очень хорошие... Сильная составляющая, плюс ещё умное тело. Да. Как похвалила хореограф. Да. Скажи, пожалуйста, значит, идея была Артура, да? Бенджамин Баттон. История о том, как рождается человек стареньким и постепенно становится молодым, как у него как бы внешность идёт в обратную сторону, да? Все видели фильм, я думаю, наверное, и слушатели, наверное, нашей программы тоже помнят этот фильм, фильм уже не новый, наверное, да? Нет, уже нет, уже нет. Да, с Брэдом Питтом в главной роли. И это же огромный роман. Роман вот такой? Да? Такой. И Артур его называет буклетом. То есть правда роман маленький? Буклетом называет. Я сама не читала просто, ну, честно признаюсь, что я не читала сам роман, но потому как подробно был сделан фильм, ну, тогда, да, мне всегда казалось, что это что-то такое невероятно огромное, как это можно всё вместить... У меня был вопрос, как это можно всё вместить в спектакль. Это, кстати, это самое крутое, что это роман как бы, он вот такой, потому что там не было... Роман маленький, говорю, для тех, кто не видит. Маленький, да, маленький. Узкая книжечка, да, не толстая. Да, это такое саюто, чувство было, что какой-то драматург X пришёл, вот история вот будет такая, и делай, что хочешь, как план кадров, или что такое, чувство было. Раскадровка такая, да? Раскадровка такая, да. И мы с Артуром, ну, как бы читали, мы же можем выбрать что угодно от этого, это очень легко, там нету такие вот линии, которые надо это ставить или не надо, это было как бы, окей, взяем вот это, это, это для нашего темы, и, ну, как бы, очень, это было, нам очень понравилось. Хорошо, а ваша тема какая основная там? Да, наша тема вообще, ну, Бенджамин Баттон versus Саби Адриба. Общество, да, которое его не воспринимает, да? Да, и искание идентитата. Самопознание, да? Самопознание. Идентификация себя в этом обществе, да, человека, другого человека. Да, потому что общество, да, с временем, когда он родился, говорят, что, ну, ты... Урод. Урод, ты не такой, как нам надо, каком-то тебе надо быть. То есть отторжение происходит, да? Да, и он как бы растел, вот... Пока он взрослеет, меняется, да. Меняется, он только вот в таком мире растет, и это единственное, что он слушает о себе. Да, неприятие, да? Да, и мы, ну, что внутри его происходит, мы вот этого пытаемся, ну, как бы, показать, и... И тоже, ну, как бы, думаем о себе, ну, потому что... Поэтому название «Я Бенджамин Баттон», потому что «Я Бенджамин Баттон», «Артур Бенджамин Баттон», все, все... Каждый чувствует себя в какой-то момент жизни, немножко отделенным от общества и пытается наладить с ним как-то контакт, да? Да, да. Вы об этом хотите сделать спектакль. Да. Ну что, очень интересно. А какие еще планы? Ну, ты же не только это сделал, да, в Театре Кукол? Что еще можно посмотреть? Еще есть «катлень пауэрс», как это будет по-русски, мы вот как раз вот говорили, кастрюля и голова. Крышка, кастрюля. Крышка, крышка. Это такое, это тоже мне очень вот даться витуал, она играет мужика такого, который всюду ходит с кастрюлем на голове. Да, да. И у меня был такой сосед, и я вот тоже там говорю о как бы вентуле, когда ты один и... Одиночестве. Одиночестве, да. Ну вот это мы тоже в декабре вот постарали вот эту постановку. Это можно, пожалуйста, приходить, это спектакль... Но это детям можно. 7+, это как раз вот таким школьником маленьким, потому что там уже метафоры и символы всякие, потому что наш главный герой, он был в Афганистане, он, может быть, это мы не говорим в спектакле, но, может быть, он потерял, ну, свою, не знаю, семью или друга, ну, там такие все, такие, тоже визуальные метафоры, символы, которые были бы более интересны, мне кажется, для школьников. И очень молодым детям этот спектакль, ну, какой ребёнок. Ну, маленьким, маленьким дошкольникам не стоит, наверное, да? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Там всё-таки уже разговор так на... Более серьёзный, более серьёзный, но спектакль... Ну, да, я пытался найти путь, как говорить о серьёзным теме, но легко. Ну, с игрой, да? С игрой, через игру. С игрой, через игру. Ну, да. И то вот это вот. Ну, как человек проходит длинный путь, потерь, испытаний, каким он становится, и что не нужно смеяться над тем, который странный. Да, да, да. Потому что там... Потому что он типа... Ну, не, он... Другие видят его как странным. А мы... Ты его показываешь, как он на самом деле. Да. Что там за этой странностью очень много всего есть. Почему вот это? Да, да. Ну, вот так. Это последнее очень... Ну, нас тоже в команды все очень... Все мы очень любим этот спектакль, и... Да, вот происходит. Ида Цевитола играет главную роль. Ида Цевитола играет, да. Такого странного мужчины, который играет женщина-актриса. Она просто удивительно это делает. Хорошо. А что ещё? У тебя какие-то планы есть ставить спектакль? Играются же твои... Ну, будут играть. Видимо, потому что понятно, что сейчас очень сложно говорить о том, как играть в спектакли. Потому что то один болеет, то другой болеет. Переносы, премьеры переносят. Всё очень сложно. Но я надеюсь, что когда всё наладится, то и можно будет снова смотреть и Нильса. Да, я тоже. Я очень надеюсь, потому что хороший спектакль. Я бы тоже хотел увидеть. Опять собрать всех, да, и сделать этот спектакль. Да. И Нильса смотреть, я надеюсь, что в Резекне будет играть. Играются, наверное, редко. Другозов, кстати, он будет... Я знаю, что они играют. Просто они всегда... Ну, они езжают там по всяким местам. Ну, то есть это спектакль, который ещё путешествует по разным местам, да? Да, и я очень рад, что этот спектакль будет в мае на один фестиваль в Эстонии, в Таллинн. Здорово. Да. Так что всё, едут в Таллинн. Да. С приключением в зоопарке. Что ещё впереди, скажи, пожалуйста, у тебя? Ну, следующая работа тоже в кукольном театре называется «Нина и Ле Корбизье». Так. Мы сделали вот такую, как мультик в прошлом году. И вот теперь будет спектакль. Сериал можно увидеть на веб-сайте кукольного театра. Ещё будет ещё три серии этого мультика, и потом спектакль. То есть вы, когда театр были закрыты, вы сделали онлайн-спектакль. Ну, спектакль для показа онлайна. Дигитальный, да. Ну, да, да. Как анимацию вообще. Да, анимацию из предметов, рисунков, там, да. Ну, то есть такую историю. Чувствие стоп-моушн, но не стоп-моушн, потому что актёры там всё на одном времени как бы делали, да. Вы сделали такую работу, и теперь вы из этой работы будете делать уже спектакль. Да, да, да. И спектакль будет на большом зале. Немножко, ну, там будет... Он не будет как copy-paste этот мультик, но... Ну, то есть вы просто из мультика, из идеи мультика вытаскиваете какую-то новую историю, делаете её объёмной, насыщаете её другими персонажами дополнительными, пишете новую историю. И это будет просто из того плоского онлайн-проекта вы делаете теперь объёмный театральный, да? Да. Правильно, правильно. Хорошо. Что ещё расскажешь? Ну, и в следующем году... Не годом в этом году, но в следующем сезоне у нас тоже идея с Артуром и другим, тоже на большом зале, вот, сделать постановку Large Places для взрослых тоже. Ну, для взрослых... Ну, взрослые же могут приводить с собой детей? Ну, наверное, да, но... Если ты приходишь и знаешь, что твой ребёнок будет, например, доволен этим спектаклем. Я думаю, что можно... Это же сказка всё равно. Да, но мы и хочем... Это миф, да? Ну, миф — это как сказка, да. И мы и хочем вот как бы говорить, ну, вообще о серьёзных, ну, как бы серьёзных темах. Может быть, что-то политическое там будет или что-то такое. Как бы мы будем делать оригинальную драматургию из уже этого мифа, да, да, да. Немножко будем менять что-то там. То есть вы не будете делать такую сказку про сказку, а вы будете рассказывать этот миф в том виде, в каком он может быть сейчас. Вот если бы этот герой жил сейчас, да? Как бы он себя вёл в нынешних обстоятельствах? Да, да, точно, точно, точно. Ну, это то, что я очень люблю в театре, на самом деле. Когда ты понимаешь, что любой миф в современности всё равно актуально и звучит. И это как бы основные человеческие эмоции, взаимоотношения, да, тема предательства, любви, там, да, патриотизма, да, или там, ну, что угодно. Да. Они всё равно остаются такими же сильными, как в любом мифе, но просто они в наше время выглядят иначе. Да, и есть какая-то причина, почему вот этот large place – это как раз вот наш миф. И почему вот такие характеры, какие там есть, почему они вот связаны с нами. С латышскими, с латышскими культурными какими-то кодами, да? Да, 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 право. Хорошо, скажи, пожалуйста, а если ты художник, ты продолжаешь что-то делать как художник сам для себя, или ты совсем начал заниматься другим? Мне просто вот интересно, это же никуда не исчезает из тебя. Нет, не исчезает. Нет, я делаю, я иногда, ну, займяю. Рисую. Рисую, да. И вот у меня тоже, ну, книга, как бы есть детская, вот в прошлом году. Отгрезья с эрглой называется, так как, пожалуйста, верну, верну, птица, это… Ну, да, чтобы разворачиваться, ну, как бы возвращайся. Возвращайся. Орёл. Орёл, да. И там мои рисунки тоже есть. А написано тоже ты написал книжку? Да, да, да. То есть книжка целиком твоя? Да. И книжка для детей? Или для кого? Я бы сказал, что такой кроссовер, жанр. Было бы интересно, мне кажется, что школьникам, например, тут 6, 7, 8, и взрослых, потому что это о 90-х, да, 90-х, да, когда я сам был маленьким. Ну, то есть это твои какие-то воспоминания детства, ты написал книжку? Да, о детстве, о своей семье, о дедушке и так далее. Который был художником. Ещё есть, да. А, есть. Ну, да, ну, про которого ты рассказывал. Да, 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 да. Дедушка, который художник, который открыл для тебя этот мир, да? Угу, да. Здорово. Ну, то есть время, которое театры были закрыты, ты потратил не зря. Мне бы хотелось так думать, да. Ты написал, сделал книгу, и ты придумал сериал для театра кукол онлайн, да? Вместе с художницей Эви Табетта, она... Угу, вот этот мультсериал, да? Да, да, да. А, кстати, в мультике тоже «Черепаха» — это моё. Это ты нарисовал «Черепаха». Мы как бы вместе вот это вот сделали. Это вот тоже очень интересный такой был интересный вот такой процесс. Скажи, пожалуйста, а ты сам следишь за тем, что происходит вот в театре объектов, в театре художника? Потому что на самом деле, конечно, это такое, как часто говорят, это часть, огромная часть, влиятельная часть современного театра, постдраматического театра. Но при этом ты драматург, но ты завовлечён вот такими вещами. Ты сам следишь за тем, что в мире происходит, за какими-то людьми, которые занимаются объектами? Сходишь ли ты на спектакли, когда есть возможность что-то увидеть такое? Да. Или у тебя своя какая-то жизнь художественная, которая не связана с тем, что происходит в мире? Мне вот просто тоже это интересно очень. Как? У меня есть... Какие параллельно возникают идеи? Какие вдруг ты где-то увидел и думаешь, о, клуб, круто, можно из этого сделать ещё что-то? Вот я думаю, что есть по периодам. Есть большой период, когда я хочу думать только о свою работу вместе с командой, и когда я даже не хочу... Отвлекаться ни на что, да? Да, да, да. Ну, смотреть по сторонам, в смысле, ты не хочешь. Ты хочешь быть сконцентрирован на своей работе. Да. И поэтому мне очень нравятся фестивали за границей, например. Когда ты вот, например, вот пять дней ты вот там на фестивале, и смотришь только что-то другое. И потом опять вернёшься дома, и можешь свои дела делать. И мне очень... Я был как бы благодарен, нет, благодарен, счастлив, что как бы вот на это время, когда была пандемия, фестиваль, многие фестивали были как бы дигитальны. И вот поэтому я увидел действительно хорошие кукольные спектакли, визуальные театры спектакли, и спектакли, где объекты. И я не могу сказать, что у меня есть какой-то один художник, которого я вот очень-очень люблю из кукольного театра, мира кукольного театра, мне очень Роберт Вилсон нравится. Ну, он тоже визуальный театр, но... Но у него тоже люди как куклы, в общем, в некоторой степени можно так сказать. Ну, можно, да, да, например. Ну, может быть, он, да. И может быть, ещё что-то. Крымов, да. Ну, Крымов, да, Крымов всё-таки это театр художника абсолютно. Я видел его, когда... Серёжу привозили, да. Да, да, да. Не Серёжу, нет. Серёжу, нет, было... Другие... Уже название не помню. Было... На Типсел, и мы смотрели, такой был большая площадь. Да. Он сейчас сделал спектакль про Михоэлса, двое называется. Про Михоэлса и Чарли Чаплина. Такая вымышленная история, как встречаются с Соломон Михоэлс и Чарли Чаплина. И вот там вся эта история. И, ну, как бы, человека, который, как Чарли Чаплин, доказывал свою, как бы, сущность, то, что ты говоришь про Бенджамина Баттона тоже, да, обществу. И Соломон Михоэлс, который жил в стране и в результате погиб в этой стране, где, в общем, что бы ты ни доказывал, тебе всё равно не было возможности, там, надеяться, может быть... Ну, как бы, человек не рассчитывает на то, что его убьют. Но там эти огромные куклы у него. Да, я вот фотографии как раз... Да, это огромные куклы, где актёры как бы тоже... То это актёры, то это... Они выходят из-за этих кукол. Куклы живут самостоятельно. Ну, то есть это прекрасно, конечно. Я помню, что у него был когда-то спектакль опуск номер 7 про Шостаковича. И там тоже были эти огромные куклы его, ну, как бы герои вот эти вот большие. И это, конечно, очень красиво. Да, ну, он известен, ну, с этими огромными куклами. Да, вот такой вот я не видел в жизни, хотел бы очень, но... Ну, вот, да. Но был бы надеяться, вдруг Золотая Маска в Латвии привезёт такой такой спектакль посмотреть. Да, да. Ну, если говорим вообще о кукольном театре, я бы ещё, ну, как бы, тоже... Искаю... Ищешь, да. Ищу, ищу, что мне нравится, почему мне нравится, что я хочу сделать, потому что, ну, мой бэкграунд, ну, не в кукольном театре. Это что-то такое, которое я учусь в практике, работаю, когда я работаю уже, как бы, в театре. Но тебе сейчас это нравится именно тем, что ты можешь здесь сочинять свой мир, и у тебя для этого есть другие возможности, не такие, как в драматическом театре, да? Да. Да, да. Конечно, я смотрю тоже спектакль драматического театра, но, честно говоря, я бы не саму, ну, не знаю, когда там никаких объектов или кукол нет на сцене, мне как-то неинтересно. Тебе не хватает чего-то, да? Мне не хватает, мне хватает, ну, что-то, да, актеры и что-то еще, да, хочу, ну, как бы, видеть. А как ты, вот, хорошо, а как ты относишься вот к этой вот, например, к поп-культуре? Ну, потому что ее сейчас очень много, и это же вот, ну, обсуждается очень много, что кино, кассовое кино, массовое кино, оно превратилось просто в бесконечные блокбастеры, и практически авторское кино вымытое из больших кинотеатров. Это работает исключительно на, как бы, воспроизведение одних и тех же сюжетов, потому что я тут недавно сама с удивлением узнала, что Человек-паук уже там существует там в пяти интерпретациях, понимаешь, одна и та же история в пяти интерпретациях. И люди ее смотрят, и людям это нравится, это действительно москульт, да? Как ты к этому, это же тоже, на самом деле, куклы, как ты к этим идеям всем относишься? Мне просто тоже интересно. Или ты не очень в это погружен? Погружен, я думаю, что нет. Мне вообще кажется, что, ну, как бы, если, ну, есть какая-то причина, почему это так, если, ну, зрителям это нравится тогда. Они готовы смотреть одну и ту же историю в разных интерпретациях, бесконечно. Да. Это вот мне всегда тоже очень удивляет. Это же уже все понятно. А там все время одни и те же герои, которые просто играют разные артисты их. Ну, мы же тоже смотрим, например, иногда смотрим, например, этот фильм. Бесконечные коричневые. Бесконечные или книги. Ну, ты смотришь один и тот же фильм, ты смотришь, находя в нем разные истории. А тут вот мне тоже, мне просто это очень интересно, что же это такое происходит, что действительно пошла одна и та же история, вот, ну, воспроизводство героев вот этих, одних и тех же, бесконечно. Они из одного фильма переходят в другой, а их там объединяют разных супергероев вместе. Ну, вот идея супергероев, которая действительно за последние, по-моему, 10 лет очень изменила кино. Это что-то такого, которое, например, мне нравятся старые фильмы Бэтмена. Да. А то, что новое, начало тут X-Men 2000, что-то, я просто... Это не то, что мне не нравится, мне все равно. Ну, то есть там потеряна какая-то история, связанная с человеком, мне кажется. А, да, 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 да. И вот эти старые Бэтмены, например, когда я вот вижу эти фильмы, тут Пингвин или Джокер или так далее, что-то... Там не так много экшен, где вот отношения там есть, и мне очень это нравится, и что-то такое дневное тоже и странное, атмосфера есть. А новое я вот, да, вот как-то не смотрю. Это вообще экшен, это как бы не мой. Ну вот, интересно, потому что мне как раз кажется, что это такое очень визуальное, с одной стороны, и тоже там очень много игровых вещей, связанных с объектами, с куклами, и очень мало драматургии, по сути. Да. И вот мне просто интересно, а как вот это вот... Знаешь, как иногда думают, наверное, давай попробуем привлечь какую-то аудиторию в театр и попробуем сделать что-нибудь такое. Вот, и я как раз думаю все время, а вот можно ли было бы это, например, из картинки большого экрана трансформировать в куклу в театре? Или ты думаешь, что это не сработает? Нет, почему? Может быть? Я думаю, что может быть, может быть, но все равно мне кажется, что в театре что-то бы изменилось в драматургии, потому что, ну, в фильме тут есть пейс, как бы... Тут можно сделать все спецэффектами, и театр... Ну, тут театр есть границы, или рубежицы, как бы... Ага, границы, границы. Сохранить, как бы, что ты можешь сделать, и что ты уже... Ну, вот больше не можешь. Есть ли тогда такой вопрос у меня? А есть ли в этом во всем еще возможность поговорить с человеком о том, что происходит именно сейчас? Ну, то есть театр же всегда, он же из-за того, что происходит сейчас, в момент в этом времени, это неотложенный эффект. Потому что, понятно, кино снимают там за три года, потом проходит три года, пока его собирают, монтируют, обрабатывают, продакшн готовят к выпуску, выпускают. То есть, по сути, мы видим то, что было придумано и сделано там аж пять лет назад, пока писался сценарий. То есть, проходит длинный период подготовки, и потом этот продукт уже готовый, и ты его никак не можешь изменить. Все. Он уже вот такой. А театр же чем, мне кажется, прекрасен? Что он каждый день может говорить с зрителем на сегодняшнем языке. Да, два-три месяца, и спектакль уже готов, и это свежее, и актуальное. Да, и потом он тоже, когда вот он играется, все равно он же меняется каждый раз. Да, да. Настроение актеров, настроение в зрительном зале, как это все сочетается, как это меняется, и то, что происходит вокруг, все равно это действует на людей, мне кажется. Да. И театр в этом отношении, он, конечно, он такой на кончиках пальцах сегодняшнего дня, да? Да, я тоже согласен, это тоже, что мне очень нравится. Но когда я думаю о теме, я думаю, чтобы окей, очень круто, если это актуально теперь. Но я тоже думаю, а после два года, например, вот этот спектакль, как я этого вижу, это будет еще актуально. И если у меня вот есть такой в себе такой ответ, что я думаю, что нет, тогда окей, что мы можем сделать, чтобы он был и актуален вот теперь, сейчас, и тоже после каких-то пару лет. Вот, это очень важная тоже, да, действительно составляющая, потому что как бы мы ни говорили о том, что театр – это современность, он всегда будет современен и интересен только тогда, когда в нем есть какие-то общемировые, общечеловеческие, гуманистические вопросы, связаны не вот с этим маленьким моментом времени, в котором мы работаем, а вообще. Да, согласен, согласен. И вот об этом я тоже всегда думаю, что как, какие вещи я буду использовать, например, в драматургии, которые понимает только сегодняшний человек или, ну, или что-то. Надо вот, ну, плашак, сказать, смотреть… Выше, больше, да? Больше, да. Шире, да. Ну, хорошо. Ну, давай, я тебе желаю удачи с новым спектаклем. Спасибо. Рекомендую всем обратить внимание на то, что происходит в Риге в Театре кукол, потому что там есть двуязычные спектакли, ну, есть спектакли и на русском, и на латышском. И если мы говорим, например, про эту премьеру Бенджамин Батта, то, как мы уже сказали, в общем, историю мы знаем. А так как этот спектакль ещё связан не только с текстом, а с музыкой, с песнями и с визуальными изображениями, то тут вся драматургия, она не столько связана с вербальностью, сколько с эмоциями, с художественным высказыванием и со всем остальным. Поэтому не бойтесь, идите, как мы сегодня с Эдгаром друг друга понимали, находили общие слова. Идите в театр, театр всегда помогает найти общий язык. Спасибо тебе большое и удачи. Спасибо, спасибо.